Ограничительные меры на территории Астраханской области пока сохраняются. В связи с этим у нас образовательные учреждения дошкольного образования работают пока в неполном объеме. То есть работают только дежурные группы. Дежурные группы у нас открыты во многих детских садах и по городу, и по району. Это и Покровка, и Верхний Баскунчак. Сейчас список людей, которые вышли на работу и приступили к своим обязанностям, расширился. В связи с этим мы увеличиваем количество дежурных групп, и родители, кому необходимо выйти на работу, могут обратиться в свой детский сад к своему воспитателю. Достаточно просто предупредить о том, что вы выходите в детский сад, например, завтра или послезавтра, чтобы вас поставили на питание. И если в личном деле ребенка написано, что родители как раз попадают в тот перечень для сотрудников, в которых организованы дежурные группы, то вашего ребенка без проблем туда принимают. Наверное, самый главный вопрос сейчас, который волнует всех детей и родителей, когда же закончится учебный год. Хочу вам сказать, что учебный год у нас в этом году закончится традиционно, как всегда, для учащихся первых, десятых классов. Последним днем занятия будет 30-го, либо 29-го мая, в зависимости от того, учится школа на 5-дневной учебной неделе или на 6-дневной учебной неделе. 25-го мая прозвенит последний звонок для наших выпускников 11-ти классников. В этом году он у нас пройдет, конечно, в режиме онлайн. Это будет необычно. Канал ОТР и канал Астрахань-24 будут транслировать в прямом эфире последний звонок, который прозвучит на всю нашу Астраханскую область. И хотелось бы мне еще призвать наших выпускников присоединиться к акции ровно в 10 часов утра, выйти на свои балконы или выйти во двор своего дома и выпустить в небо воздушные шарики, те, которые они традиционно выпускали на школьной линейке. Все уже, наверное, родители знают, и девятиклассники очень этому рады, что в этом году в связи с этой эпидобстановкой у нас полностью отменены экзамены в девятых классах. ОГЭ выпускники сдавать не будут. Они получат аттестаты по результатам годовых оценок, то есть за 4 четверти, как всегда, годовые выставятся оценки, именно эти оценки пойдут им в аттестат. По 11 классам те выпускники, которые не планируют дальнейшее обучение или планируют поступать в средне-специальные учебные заведения, колледжи, техникуме, они сдавать экзамены выпускные тоже не будут. Они просто получат аттестат по результатам двух полугодий по годовым оценкам. Те выпускники, которые планируют поступать в высшее учебное заведение, два обязательных экзамена, русский и математику, сдавать они тоже не будут. Они получат итоговые оценки в аттестат по своим годовым оценкам. Они будут сдавать только те экзамены, которые необходимы им для поступления в ВУЗ. Продолжение следует...